В свете прошедших событий акция, о которой пойдет речь в следующем сюжете, очень актуальна. Взрослые, соблюдайте правила дорожного движения. С таким призывом к водителям и пешеходам обратились дети. В этот четверг в Апатитах ребята подготовительной группы 10-го детского сада раздавали людям памятки и рисунки, а помогали им в этом сотрудники ГИБДД. Пешеходный переход на улицы Ферсмана 17 июля напоминал ковровую дорожку Каннского фестиваля. Люди, идущие по нему, были окружены вниманием, вниманием детей. Мальчики и девочки дарили прохожим памятки с правилами дорожного движения и рисунки, которые сделали сами. Я один нарисовал, это мальчик, это дедушка, а вот это пешеходный переход, зебра. Как нужно переходить по пешеходному переходу? Посмотреть по сторонам, чтобы убедиться, чтобы не было машин. Иду через переход, увидела, что детки старшей группы детского сада борются за безопасность движения, дают нам календарики для того и предупреждают, что переходить надо только в положенном месте. Мне очень понравилось. Такие акции, как эта, проходят каждый год. Их организуют сотрудники ГИБДД и воспитатели. Это наша жизнь. От того, как человек себя ведет на улицах нашего города, на дорогах, зависит наше благополучие. И я думаю, что если такие занятия проводить, начиная с детского сада, то вырастет грамотный участник дорожного движения, который не позволит себе некрасивого поведения на дорогах. К сожалению, часто очень видят и нарушителей. Ну, в общем-то, нам это немножко на руку. Мы объясняем, что вот так вот вам показали, как делать нельзя. Начинаем оправдывать взрослых. Но очень горестно, когда с детьми идут на красный свет или перебегают улицу где-нибудь в неположенном месте. Потому что, когда ребенок остается один, он запросто может повторить взрослый такой вот неправильный поступок. И беда может оказаться рядом. В рамках акции дошла очередь и до водителей. Сотрудники ГИБДД останавливали машины, а дети обращались к автомобилистам за рулем. У нас проходит акция пешеходный переход. Не превышайте скорость и не нарушайте правила дорожного движения. Приятно, конечно, что детишки занимаются таким делом. Самые меньше бегали, я имею в виду ребят. Потому что всякие бывают внезапные ситуации, вы сами понимаете. Вы, наверное, тоже водители. А так, все хорошо. Как показала практика, такие акции весьма эффективны. Поэтому сотрудники ГИБДД совместно с воспитанниками детских садов будут продолжать подобные полезные встречи. Продолжение следует...